Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 3190, задавать свои вопросы. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова. А в гостях у меня очень интересный, известный, наверное, каждому жителю Твери человек. Это Георгий Николаевич Пономарев, актер, заслуженный артист России, педагог, писатель, общественный деятель, председатель областной общественной организации общества Михаила Ярославовича Тверского, почетный гражданин города Твери. Георгий Николаевич, я приветствую вас. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашей программе. Сегодня будем говорить о подвиге святого благоверного великого князя в Сеярусе Михаила Ярославовича Тверского и что значит этот подвиг для ныне живущего поколения, чему мы должны у Михаила Ярославовича учиться сегодня, да, какие выводы делать из того, кажется, дальнего времени, да. Георгий Николаевич, почему именно сегодня мы вспоминаем о Михаиле Ярославовиче? Мы только что оговорились и сказали очень четко его отчество Ярославовиче. Вы знаете, я предпочел бы тоже сегодня общаться как с Михаилом Ярославовичем, ибо в истории и при жизни он назывался именно так. Из-за этого, помните, может быть, была такая тут коллизия несколько лет тому назад у нас в Твери, на памятнике первоначально по настоянию одной из работников аппарата губернатора прежнего, был написан Михаил Ярославович. Да, и она была страшная, бальба. На то совещание, когда было принято решение, меня, наверное, знала она, что я буду возражать, не пригласили, вот, но, слава Богу, это исправильно, и теперь все так, как он назывался тогда, Ярославич. Да, Ярославич. Это, знаете, вы рассказываете, мне сразу на ум пришло, как вот битва была, как нас, жители Твери, называют, да, много вариантов было тоже, да, и тверичи, и тверитяне, и как угодно. Ну, я подавал за такую заявку в наш университет еще, когда была Розенна Кузнецова, заведующая кафедрой русского языка, с просьбой, так сказать, высказать точку зрения нашего университета по этому поводу, и она прислала мне ответ, что правильнее называть все-таки тверитяне. Тверитяне. Да, вот, ну, сейчас я даже и областное телевидение, и радио наше, на одном и том же канале могут звучать по-разному разные журналисты, да, кто как, кто, у кого как скажется, тверитяне, тверичи, и так далее, вот, но я хотел бы все-таки начать наш разговор, как я его планировал, с четырех строк поэтических, если позволите. Конечно. Это Миха Квелидзе, грузинский поэт. Мне не очень как-то близки сердцу, и кажется очень точно то, что, чем мы занимаемся. Я склеиваю историю, как будто охранную грамоту. Кровинку с кровинкой склеиваю, сверяю со стоном стон. Подобно седому, усталому, состарившемуся гамлету, я склеиваю разорванную, но вечную связь времен. Почему я хотел бы начать именно с этого? Потому что мне бы хотелось сегодня разговор начать с очень высокой ноты, если вы позволите. Дело в том, что я расскажу случай, который был со мной. Я его сейчас рассказываю как притчу. Однажды мне, как актеру театра, с вахты сообщают с театра, что вас спрашивает какой-то товарищ. Я спустился вниз, я говорю, хочу поговорить с председателем общества Михаила Тверского. Я говорю, я слушаю вас, поднялись мы в гримоборны. Я говорю, у меня только очень несколько минут, потому что сейчас идет репетиция, вот есть окошко у меня. И он говорит, вы понимаете, кого вы играете? Князь Михаил Тверской, вы играете ему на спектакль. Я говорю, ну, мне кажется, уже несколько лет играю, сам писал на сценировку, все делал, ставил все сам. А вы понимаете, что вы играете русский вариант Христа? Я как вот стоял перед ним, я замолчал, и далее я просто молчал. Он был где-то с полчаса у меня, и это он мне рассказывал. Он сказал, что он, я говорю, а кто вы? Что почему так вот, как вы узнали мой адрес? Я говорю, это инженер из Санкт-Петербурга. Меня послали к вам вот задать этот вопрос. Понимаете ли вы, кого вы играете? Кто послал? Ну, как-то вот так стал мяться, не стал называть. Это кто послал его? Короче говоря, он начал мне перечислять, он говорит, сравните вот последний год жизни Иисуса и последний год жизни Михаила. Как много у них пересекается, как много общего в их судьбе. И конечная судьба практически одинакова. Он оставил свой адрес, ну, как сказал, назвал свой адрес, фамилия, имя, отчество, где он работает. Мне казалось, что это у меня врезалось сюда навечно. Я как загипнотизированный в каком-то трансе ушел домой. Несколько суток вот в таком трансе пребывал. Потом, когда стал я вспоминать фамилии, имя, отчество, конечно, я ничего не вспомнил. Но вот это ощущение прикосновения к чему-то очень большому понимания. Почему я об этом говорю, что теперь я даже ввел это понятие в текст пьесы. То есть, эта встреча сказалась на самой пьесе? Конечно. И на дальнейшем понимании игре? Безусловно, в том-то все и дело. Я теперь совершенно по-другому рассматриваю эту личность Михаила Тверского. И я и статьи свои очень многие, и теперь спектакль я заканчиваю именно этими словами. Ибо кто из великих князей? Из верховных правителей князь великий, царь, король, президент жизнь свою положил за свободу и счастье народов своих. По примеру Иисуса Христа на свою Голгофу взошел, за Отечество жизнь положил только князь Тверской Михаил. Единственный в истории, да? В других народностях, в других национальностях и есть примеры такие. Но в русском народе, у нас, в России, это нету больше. Это единственное. Почему? И вот это русский вариант Христа. И смотрите, дальше я стал, когда я впервые для себя осознал и сам для себя произнес, мне стало жутковато «Иисус!». И вдруг человек, земной человек. И когда я впервые произнес это на аудитории, я панически замолчал и жду, как аудитория. А я смотрю, у всех так раскрылись глаза, открылись рты, и все молчат в шоке. Потому что приходит вот нечто сюда, понимание того, что, а ведь правда, мы имеем у себя в предках человека, живого, который был, которого мы знаем очень много, и который во имя спасения людей, своих подданных, он, за жизнь которого должны отдавать свои жизни подданные, отдал свою жизнь разную, чтобы они были живы. И поразительно, когда наступило вот новое тысячелетие, когда наша православная церковь праздновала эту дату, то в докладе «Основа социальной концепции православной церкви», которую сделал нынешний патриарх Кирилл, он тогда был митрополитом Калининградским, он первым, когда начал перечислять русских святых, он первым назвал Михаила Тверского. И подвиг его обозначил не как жизнь, отданная, как традиционно в нашей религии, за други своя, а жизнь отдана за Отечество. Безумно интересно. Уважаемые друзья, не переключайтесь, звоните, задавайте свои вопросы 300-190. Мы буквально на несколько минут уходим и вернемся в эту студию. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, очень интересный у нас такой начался наш рассказ, и мы прервались, вы показывали книгу. Это первое ваше издание, первый ваш труд, да? Да, это вот моя самая первая работа, которая родилась спонтанно. Знаете, интересно, мне Москва заказала большую статью про Михаила Тверского. Большая газета, серьезная, вот такая, с подвалом. И там что-то не печатает, не печатает. И потом говорит, вы знаете, все уже должно напечатано. В последний момент ее кто-то остановил из больших начальников. Почему, я не знаю. Мне не объяснили, но сказали, что она нравилась, все. И мне так обидно стало. Я сел, читал, читал, читал эту статью. Потом как-то начал править, править, и в результате... Получилась книга. Книжка, да. И я обратился к своему другу, с которой я очень дружил в тот момент. Сейчас просто как-то время так развелось. Есть у нас замечательный художник Людмила Юга. Да, известный человек в Твери. Она сейчас тоже заслуженный художник, тоже очень много сделает. И вот это... Она иллюстрировала эту книгу. Я ей очень-очень благодарен. Потому что вот бывало так, что вот как писалась эта книга, вот я так сплю, вдруг во сне приходит что-то, какая-то сцена. Я вскакиваю часа в три, в четыре ночи, быстро около стажировка стола, пишу что-то, раз набросал сцену, и ложусь опять дальше. Утром просыпаюсь, стою, в частности, так родилась сцена с Кончакой. Это жена Юрия Московского, которая была взятой... По плене, по плене, по плене. Да, который взял в плен во время Мартининской битвы Михаила Тверской. Ну вот, и, значит, она жила в Твери. И вот у меня родилась сцена, что она все-таки пробилась. Ну, это гипотеза, что Дмитрий, грозный отчий, влюбился в нее. И она полюбила этого молодого, красивого, не старого уже Юрия Московского, а молодого князя Тверского. И они хотели быть вместе, а, естественно, это было невозможно. Она оставалась с женой Юрия Московского. И вот родилась у меня сцена ее свидания с Михаилом Тверским самим, как с человеком, который мог бы стать ее, ну, тестью, значит, свекром. Я никак даже не знаю, запутался. Ну, да, свекром. И вот эта сцена мне удалась. Я написал ее ночь. Утром встал, ничего не помню. Ну, что такое лежит? Прочитал сцену. Как интересно. Я нигде этого не читал, нигде никто мне об этом не говорил. Я вспоминаю, что это... Я тут же помчался к Людмиле Еге, показал ей. И она схватилась так и ничего не сказала. Через два дня готова иллюстрация. Стоит Михаил на гульбище. И она, Кончака, перед ним на коленях просит его. Ну, неважно вообще. Это очень хорошее. Вот у меня сразу вопрос, Георгий Николаевич. Вы, наверное, настолько уже... Спектакль родился 22 мая 1988 года. Вы, наверное, уже... Это второе я, да, Михаил Ярославич? Да? Если уже ночью вы проживаете заново его жизнь, получается, да? Если рождаются сцены. Вы знаете, как вот интересно рождаются некоторые сцены? Первый спектакль в Москве, когда играл. В Центральном доме работников искусств. Ну, так получилось, что были здесь с гастролями мои коллеги, мои однокурсники, друзья из Малого театра, с которыми я вместе учился. Народный артист Нелли Корниенко и Эдик Марсевич. К сожалению, уже оба ушедшие туда. И как-то в разговоре уже после их спектакля, когда мы были у меня дома, я решил показать просто, что я вот делаю, как, чего. И показал маленький фрагмент, как я читаю Пушкина на немецком языке. Нелли пришла просто в восторг. Говорит, Эдик, иди сюда, послушай, как он читает. Как это? Это просто восторг. Потом я ему рассказал про Михаила Тверского. Эдик говорит, знаешь, ты хочешь сыграть спектакль в Москве? Я говорю, ну, кто же не хочет, конечно. А у меня друзья в Центральном доме работников искусств. Я организую тебе. Он организовал. Мне действительно позвонили оттуда. Я приехал. И сыграл. Но вот к вашему замечанию, о чем вы сказали, как писались некоторые сцены. Еду в электричке. Ну, текст весь здесь, конечно, я уже несколько лет играю. И вдруг вот как будто кто-то начинает мне что-то диктовать сюда. Я хватаю листок бумаги, который есть у меня в кармане, первый попавшийся, и начинаю лихорадочно записывать сцену. Сцену разговора со Всевышним. Я еще не верующий. То есть я уже начал ходить в храм после того, как я начал играть Михаила Девского. То есть он вас подвигает? Да. И я написал эту сцену. Все он почитал. Занятно, да, интересно. Хорошо получилось. Приезжаю в Москву. Ураган всевозможных дел, там все постановочные. Начинается спектакль. Я играю и подхожу к тому месту, когда должна прозвучать эта сцена. А вдруг что-то во мне просыпается, я поворачиваюсь к иконе. И вдруг я начинаю говорить эти слова, которые я два часа тому написал сверху, которые никто не... Кто диктовал? Это мой друг Флориан Шесточенко как-то давно-давно, он называл это мысли формами. У него тоже кто-то начитывал, спускался, как будто бы что-то спускается в его сознание, и он начинает писать за это. Я сляк. О чем вы говорите? Вот есть такое... Ну, я не знаю, мысль это так вот или еще по-другому. Я для себя, я определил, что это, наверное, все-таки от Всевышнего идет. От того, что он направляет меня. Клянусь его. Истинный крест. И таких случаев было очень много у меня в жизни уже. Вы говорили вот о той исторической встрече, когда просто, кажется, случайный человек зашел и сравнил с Христом. Да. А когда вы начали работать над этим образом, что вас подвигло? Это интерес к исторической личности, связанной с дверью? Что было прежде всего? Потому что это как бы тот образ не зашел, да, это сравнение на вас? Вы знаете, это был, чисто говоря, вроде бы и случай. Мы были... Это был 1985 год. Мы были на гастролях, театр был на гастролях в Белоруссии. И, в частности, приехали и в Минск. И вот мне, значит, там спрашивали, кто что-то может сделать из артистов на телевидении. И администратор сказал, что Пономарев читает стихи тверских поэтов, вот, может, пригласили. Хорошо, все замечательно, будете читать стихи тверских поэтов, но с одним условием, что вы дадите историческую справку от Твери. Я говорю, не, я это... Я историей никогда всерьез так не занимался, чтобы выходить на большую аудиторию. Ну, тогда мы без этого не можем. Я полез в библиотеку. Попался мне этот роман Балашова о Михаиле Тверском. И со мной вот что-то произошло, все. Первая встреча у вас тогда была, да? Да, и кроме Михаила, я вот сразу, я очень много занимался литературно-концертной деятельностью. Я понял, что я обязательно должен сделать нечто такое, используя все возможности театра. Ну, большой спектакль не поставишь, там грандиозная эта Бартининская бита. Все это изображение на сцене театра. Это на самом деле в пору снимать высоким кинематургом. Да, да, да. Это вам пука всегда в театре. Батальная сцена. А без нее нету Михаила Тверского без Бартининской биты. Вот в чем все дело. Поэтому я и пошел по этому пути. Два года работал над инсценировкой романа, а потом постепенно стал погружаться конкретно в историю. Вы два года работали, сочетая это все с основной работой, с другими спектаклями, да? Конечно, конечно. В это время я играл также в театре, в репертуарной, так сказать, все у меня было с репертуарной, было все в порядке. И, коль скоро вот вы поставили сюда, вот это сейчас я увидел ее вновь. Мы видим картину перед собой. Да. Это Всеволод Иванов мы видел Михаила. Я ее видел только до этого. Мне на телефон ее прислали изображение. Но, сами понимаете, на телефоне это плохое изображение. Дело в том, что это, я считаю, тоже своей заслугой. То, что это Ингушетия, и то, что здесь он погиб в Ингушетии. То, что я сумел доказать это. Хотя потом один из историков наших тверских попытался это оспорить, но очень нелепо, грустно. И когда он написал свою статью, обличающую Пономарева, над ней посмеялись и Кучкин, высокий, значит, профессор, и Конявская. И они сказали, когда будешь отвечать ему, передай наше мнение, что мы с ним не согласны. Короче говоря, это действительно Ингушетия. Дело в том, что там есть в наших источниках, в житии Михаила Тверского, указание на то, что его казнили на речке Адиш. А этой речки никто не может найти нигде. И вот я долго-долго мучился, не знал, как это, как садосвестить, где это, сказать, речку Адиш, пока не созвонил с одним ингушским историком, Кадзоевым Нурдиным. Вот, кстати, да, у нас есть брошюра одна. Вы упомянули фамилию, я сразу бы вспомнила. Но это родственник его. Родственник, да? Это Исаак Адзоев. А, это русский. А это блистательный писатель, который написал многотомную, вот, в художественном плане, историю Ингушетии. И один вот из том, он посвятил Михаилу Тверскому. До моего приезда, до всех этих разговоров. Он написал, естественно, на ингушском языке, а после всех делок наших... Вот он перевел ее на русский, ну, или ему перевел, я ничего точно не знаю. И вот она сейчас оказалась у нас. Вот это. Но вернемся к речке. Да, к речке. К речке. К речке. К речке Ачалуки. Дело в том, что оказалось, что, поскольку там долгое время были татары, орда, тюрки, они на свой тюркский манер переначали, Ачалуки означает «горькая река». Они переначали это. Люди Адиш, Адиш. А они переначали в Ачалуки, что по-тюркски означает тоже «горькая река». То есть они перевели просто. И в последующие века речка так стала называться Ачалуки. Тогда как она в летописи и в житии Михаил Тверскому записана как Адиш. И когда я это совместил, да потом привлек к этому работника-филолога, кандидата в филологическую, как она зачитала, Дотовскую, из их Лугушского университета Лилии Татариеву, она мне все разложила. Она написала такую блистательную статью, от которой самый крупный историк наш Кучкин в прошлом пришел в восторг от этой аргументации, что это действительно вот так вот трансформировалось Адиш в Ачалуки. И что это подтверждает стопроцентно, что была именно там состоялась эта казнь. Вот. Так это целая научно-исследовательская работа, Евгений Николаевич, вы провели. Да, да, да. И я горжусь этим. Она у меня есть, вот она, у меня эта работа. Здесь у нас, я говорю, для радиослушателей, здесь у нас множество книг и брошюр. Это вы все автор. Да, все автор, да. Вот. И, вы знаете, вот то, что это произошло именно там, подтвердил и Кадзоев, вот тот, которым я сказал, и Иса Кадзоев, его родственник. Вот книга, которую вот сейчас мы только что смотрели. Вот. И его уже интервью записано несколько раз. И мне очень хочется верить, что вот московский сейчас журналист Сойна, Ирина Владимировна, делает фильм тоже о Михаиле Тверском. И он, и ею записано, вот это интервью с Исой Кадзоевым. Замечательные. Я уже видел эти заготовки, это просто потрясающе. Вот. И, конечно, вот то, что сейчас вот родилась вот эта картина, ее нужно обязательно сделать копию и обязательно послать в Ингушетии, тем паче, что ведь я вчера поздравлял их, вчера исполнилось 28 лет со дня их образования, их государственности, как самостоятельно, как независимое государство, когда они разделились с Чечней. Вот. Но мы видим здесь уже Михаил Ярославович, он уже в лике святого, да, мы видим, вот он лежит. Ну, ну, по сути дела, понимаете, да. Ведь когда он был казнен, он так и стал. И смотрите, вот я начал тот разговор про Иисуса. Вот для меня это вот и есть такое еще понимание, что Иисус это вот, ну, было до некоторого времени, это вера, а Михаил это знание. Ибо Иисус вдруг исчез из закрытого этого, ну, как бы сказать, скляп. А куда? Никто ж не видел. И мы верим, что он там на небесах у Иисуса, что у Христа, у Господа Бога, у Отца Небесного. А про Михаила мы точно знаем, что он погиб, что его тело лежало здесь у нас, в Спасо-Преображенском соборе. Но прошлые столетия, 35-й год, скажите, разве не то же самое произошло? Исчезновение мощей Михаила Терцкого. Где он? Кто-то может сказать, что их кто-то спрятал, и они лежат где-то? Точно нет. А почему не предположить, что он точно так же, как Иисус, не забрал туда? 35-й год. Апрель 35-го года. Какое событие должно было быть после? Должны были взорвать Спасо-Преображенский собор. В Москве. Здесь, здесь, это наш Тверской. Да, наш Тверской, где лежали эти мощи. И накануне этого взрыва мощи исчезают. 35-й год исчезновения мощей. Удивительно, кто-нибудь, что-нибудь смог объяснить как-то это. Никто точно объяснить не может. Ни один архив. Никто не гарантировать это не может. Вот когда уходил из жизни, был у нас такой здесь в 90-х годах, замечательный краевед Заберин, который видел еще императора Николая I, встречался с ней, он просто не беседовал, но видел. Вот, и я его спросил, где, что, как. Как-то можете прокомментировать. Он говорит, мы не заслужили, мы виноваты перед Михаилом, с забвением его памяти, поэтому мощи исчезли. Но они вернутся, когда мы восстановим Спасо-Преображенский собор. Сказал так Николай Алексеевич. Ибо, как тогда представлялось, что это совершенно нереально восстановить собор в наше время. И вот теперь он у нас стоит. Вот он стоит, и мы все ждем. А если мощи не вернутся, если они не появятся, тогда остается только предположить одно, что их забрал Всевышний, даже как Иисус. Хотя память, хотя сколько сделано вами по восстановлению памяти. Это другой разговор, но это нам сейчас нужно сделать. Это ничтожно по сравнению с тем, что нужно сделать. Это имя должно стать близким и родным для каждого православного человека, во всяком случае, в России, и на Дальнем Востоке, и в Якутии, и в Мурманске, и в Крыму. Они вам знают сейчас по всей стране? Никто ничего. Да в Твери вы сейчас спросите у большинства, что это за памятник ему стоит. Ой, к князю какому-то. Все. Что нужно, по-вашему, сделать? Вот ваш взгляд на это, что там? Сделать отнестись не к нам, не к обществу, а к имени Михаила Тверского, так как к нему относились до 1917 года. Было, существовало братство Михаила Тверского, которое занималось и ставило пропаганду этого имени и просвещение одновременно народа. У братства были финансы. Они могли распространять литературу и просвещать народ. Как вот те, помните, учителя, мы еще в школе изучали, они шли в народники. Народники, да. Вот. Так вот, этим братство и занималось. Но кто у него были покровители? Не только митрополит Тверской и Кашинский. Тот, 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 тотошни, если можно так сказать. А император всей Руси. Вот в чем все дело. Пока в это дело душой не войдет. Ну, а сейчас нынешний Владимир Владимирович, или следующий президент, это уровень вот этот должен быть. Когда вот они это скажут, тогда и будет. Потому что, ну, пока у нас вот эта часть либеральная, которая все тормозит у нас в истории. Из-за нее мы проиграли Крымскую войну. Потому что этот канцлер Нессель Рода, будучи либераловым, скрыл от царя, что уже готовится это вторжение. Ведь мы столько потеряли в Крыму русского народа. Не исчезла. И только по этой причине. И только когда канцлер Нессель Рода был уволен со службы уже после поражения. Когда осозналось это. И когда канцлером был назначен выпускник лицея, князь Горчаков. Вот только тогда, одними дипломатическими усилиями, без единого выстрела, Горчаков вернул все России. Вернул возможность иметь в Крыму крепости. Наш российский флот строит. Нам запретили ведь тогда после Крымской войны вообще содержать флот. Запретили иметь крепости. И Тютчев написал блистательное створение Горчакову. Да, вы сдержали ваше слово. Не двинув пушки, ни рубля, в свои права вступает снова родная русская земля. И нам завещанное море, опять свободной волной, ократком позабыв позори, ласкает берег свой родной. Счастлив в наш век, кому победа далась не кровью, а умом. Он счастлив, кто точку Архимеда умел сыскать в себе самому. Вот что сделали тогда наши товарищи предки-то. А вот мы сейчас кричим, что вот товарищ Соболь вот такая есть, что надо было Ленинград отдать. Ну зачем же было гробить людей? Ничего мы только не слышим. Вы понимаете? И вот на фоне вот этого, этого подвига, это такое кощунство. Вот мы россияне, я не оговорился, россияне, потому что мы должны понять, что мы... Да, нас русских больше 80%, но мы не должны опускаться до великоросского шовинизма. Мы должны принять и тех же татар, и тех же якутов, и чечен, и вот этих ингушей. Так что мы говорим, когда мы говорим о великой победе, мы говорим, что там национальности не было. Конечно. В одних окопах все. Вот, вот, мы россияне, вот об этом нужно говорить. И вот он был зачинателем, он был первый великий князь всея Руси. Всея. Вот о чем речь. И это нужно нам помнить. Вот смотрите, как... Вот у меня здесь портрет. Вы видите, Кнат? Это прекрасный человек. Это председатель российского исторического общества. Нарышкин. И он одновременно руководитель внешней разведки России. Вот что пишет накануне вот этого торжества сам Нарышкин в своей статье. Примеры великих побед и нравственных подвигов можно найти на протяжении истории России и самой древней и средневековой. Так, в этом году мы будем отмечать 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Впервые победив ордынцев в открытом бою, он добровольно явился на ханский суд и принял смерть, чтобы не допустить разорения родного города. И это, замечу, лишь один из множества ярких образцов. Вот понимаете, вот... Вот мы подходим, наверное, Георгий Николаевич, к самому, для тех, кто не знает Бартиниевская битва. Вот Бартиниевская битва – это то, что явилось основой. Более того, вот когда мне начинают говорить Михаил Тверской, это вот только подвиг, там, жизнь отданная за други своя, там Ингушетия. Просто на Кавказе. И Ингушетия не все признают. Вернее, один человек не признает только заведующий кафтер древней истории. Ну, не буду называть его и позорить на весь, на всю Россию, на всю Тверь. Вот, а... Ну, вот если он казнен там, в Орде, так жестоко, по самому страшному, самой страшной казни. Обычно травили в дорогу, подсыпали яд, и Александр Невский, тот же отец Михаила Тверского, умерли в дороге от яда. За неповиновение такое открытое, как вот, скажем, Михаил Черниговский, как и сын Михаила Тверского, Александр. И им уже отрубали публично голову. Но самая страшная казнь, и считалась высшей мерой, по нашему терминологии, высшая мера наказания, считалась вырезание сердца. Вот Михаил Тверскому именно так и вырезали сердце, и бросили... Причем практически наемные убийцы. Да? Вот неизвестно. Просто я читала, что это были какие-то... Кто вырезал это сердце, имя его известно. Это таможенник, мытник, переводя на наши языки, таможенник, беглый из русских, романец по имени. Вот он вырезал сердце, и это в летописи имя сохранено. Вот в чем все дело. Он уже перешел на службу Орды. И смотрите, но и меня... Когда я говорю, что вот так вот произошло... Люди говорят, что так произошло. И я задаю вопрос. Скажите, а почему вдруг именно Михаила Тверского так жестоко казнили? Ну, и никто ничего не может ответить. И когда я начинаю говорить, что причиной этого послужил разгром... Вот то, что пишет Нарышкин. Разгром на Бартенево, Ордынском войске. Это практически унижение. Это непросто, это страшно. Ведь Узбек уходил в это время туда, в Ордынный Новый Ран. И он в тылу у себя оставлял безнаказанным вооруженный бунт. Победоносный бунт. Он оставить так не имел права. Он должен был показать всем, что так продолжаться не будет. Он будет жестоко наказывать за это. За Бартеневское сражение. А также мне начинается вопрос. А что вот такая, Георгий Иванович, уверенность, что Михаил Тверской победил годы на Бартенево? Откуда? Все время Русь больше 50 лет проигрывала. Сопротивлялась, да. Но все время терпела поражение от Орды. И вдруг, что победила, не может этого выйти. Он не мог победить. И тогда я сразу напоминаю людям. Я сам это открыл. 1293 год. 17-й год там, а здесь 93-й. 20 с лишним лет. Сыновья Александра Невского, Собачица, друг с другом. Андрей и Дмитрий. Дмитрий Старший, княжет. Андрей из-под него хочет забрать княжение. И приводит Орду. Андрей. Андрей Городецкий. И вот уже разграблено 14 русских городов. Бегут люди в Тверь. Как ни парадоксально. И Орда уже в Москве. И они уже собираются идти в следующий город. Тверь брать. И вдруг вот эти все тверитяне и беженцы собираются вот на этой самой площади перед Спасом на наш. Перед нашим Спасом. Стоят все на колени. И дальше слушайте внимательно. Это цитата из летописи. И бояре клянутся черным людям. А черные люди клянутся боярам. Стояти всем заедино. Михаила нет здесь еще в Твери. Он задерживается в Орде. И это народный всплеск. Сметены сословные вещи. Материальный доход. Все. Все в едином порыве. Эта нация рождается. И татары, узнав об этом, не пошли на Тверь. Они обогнули ее и пошли дальше на торжок. Вот никто не хочет этому придать серьезное значение. Я писал уже эти статьи. Но это же действительно. Да, еще нет такого, не выведено это понятие на мировое понятие нации. Оно родилось только там, потом, позже, во Франции. Поэтому и считается, что национальное самосознание родилось только, начало рождаться там. Но конкретный факт это показывает, что это национальное самосознание родилось уже здесь. У нас в Твери. Какой это год еще раз? 1293. И это дало возможность Михаилу Тверскому уверенность, что можно вывести людей на Бартенева и можно одержать победу. И это и произошло. Причем поразительно, что это 17-го года, а в 15-м году та же и самая ситуация была под Брянском. Так же на князя, княжевшего, его племянник ополчился, привел татар, и они начали воевать с князем Брянским. Брянский князь вывел свои войска и ополчение Брянское. И вот там тогда-то, в этой бете, ополченцы-то, к сожалению, и струсили, и бежали, опустили знамена. И Брянский князь погиб там, на поле боя, но не сдался. Понимаете? А вот здесь это все-таки сражение состоялось и было победоносно. Давайте напомним, у нас Бартеневское поле, это Старицкий район. Это Старицкий район. Это ведь недалеко совсем. Это Степуринское сельское поселение. Это граница между Латашинским и Старицким районом. Когда мы начинали там делать все это, когда мы это открыли, дороги не было. Было чистое поле и со стороны Твери, и со стороны Московской власти. И без моей просьбы губернатор, я так был, Владов тогда был, он сделал асфальт, дорогу до самого этого места, где мы строили этот Бартеневский мемориал. Чтобы приезжали люди поклоняются. А дальше это упиралось, начиналось через ручей, мостик сделали, а дальше все это упиралось опять в поле. И тогда я сумел написать Громову, генералу, который, кстати, был выпускником Тверского Суворовского училища, и обратился к нему с просьбой, помогите. И мне потом сообщают, приезжайте, Громову вас примет. Я, правда, приехал на назначенный день, но у него внезапное совещание, но вот вам ваше письмо с его резолюцией. Георгий Николаевич, у нас телефонный звонок, давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Вера Петровна. Вера Петровна, ваш вопрос. Большое спасибо за передачу, настолько много интересных сведений. Но у меня вот такой вопрос. Очень давно у нас в Твери выставлялась картина, по-моему, художника Белова, Бартеневская битва, огромное-огромное полотно. Вот я хочу узнать, какова судьба этой картины вообще, где она находится? Можно ли школьников познакомить с этой картиной? Да, Вера Петровна, поняли ваш вопрос. Спасибо огромное за звонок. Вы, знаете, знакомы с этой картиной? Давайте, Вере Петровне, всем ответим. Я не просто знаком, это была наша инициатива. Мне однажды звонит мой заместитель Борис Ершов и говорит, слушай, вот есть такой художник, я не знаю, кто он у нас, художник или нет, но он пишет что-то про Михаила. Мы пришли к нему, созвонились, пришли к нему домой. У него в комнате, вот стандартная комната, большая стена, в самой большой комнате, была заклеена вот так вся ватманом. И он на ватмане это писал. Мы были потрясены. Ну, это все было, сами понимаете, на различных местах ватт. Мы добились того, что через управление культуры, что ему на пролетарке выделили комнату специально. Большое помещение, длинное. Заказали огромный холст ему. Его взяли на обеспечение. И он два года писал за счет управления культурой эту картину. И он ее написал. И она сейчас. Есть такой музей Лизы Чайкилены. Да, да, знаем, конечно. И вот она там бессменно висит. Так что, уважаемая Вера Петровна, вы слышали, вы можете увидеть эту картину. Водит и демонстрирует ее. Все это там есть. Это прекрасная, прекрасная работа. У меня здесь она тоже где-то есть, но я не буду сейчас искать. Вот. Нет, это не она. Это другой художник. Но тоже написал картинецкую битву. Вот. Мы-то остановились с вами. Вы знаете, что я сейчас хочу предложить. Может быть, мы прервемся на рекламу, если она есть. И еще 10 минуточек. Очень интересный разговор. До начала следующего часа мы проведем в этой студии. Я попрошу наших выпускающих эфира, если это возможно. Буквально на несколько секунд, и потом как раз о молодом поколении поговорим. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире программы «Тема дня». Сегодня у меня в гостях Георгий Николаевич Пономарев, заслуженный артист России, общественный деятель, представитель областной общественной организации общества Михаила Ярославовича Тверского, почетный гражданин города Твери. Георгий Николаевич, что нужно для вас безумно интересный рассказ. У вас кладезь знаний о нашем земляке, нашем герое святом Михаиле Ярославовиче Тверском. Как поднять это имя, как донести до жителей всей Руси, чтобы был такой человек, который положил свою жизнь ради Отечества? Я скажу, что это должны услышать наши верховные власти. Необходим, прежде всего, сначала общеобластной музей именно Михаила Тверского. Когда я поднимал эту тему, еще помните, был такой у нас замечательный глава города Белоус. Да, Александр Петрович, конечно. Он говорит, ну, подожди, ну, сейчас еще немного других забот. Понимаете? Была у него мысль такая? Да. Получалось, что мы несколько раз лежали одновременно в одной и той же больнице, и я поднимался к нему в его номер, и мы подолгу сидели, я ему рассказывал обо всем этом. Вот, но тогда действительно еще была как-то сильна позиция того, что нужно обязательно в музей только достоверные вещи, только подлинная археология и все. Сейчас мы знаем музей Куликово поле. Ну, так же все новоделы. Это можно и нужно сделать. Мы должны сделать музей. У нас есть, ну, прекрасно, музей Салтыкова, очень длинное, роскошное, шикарное здание. Сейчас, ну, поэта нашего земляка Андрея, ну, не сделать музей отдельно, ни фрагмент, ни маленькую комнатку в общем музее, а большой, серьезный музей Михаила Тверского, небесного покровителя Твери, ну, стоит пустое практически, неизвестно кому принадлежащее здание бывшего кинотеатра «Вулкан». Сзади за памятник. И как раз памятник. Конечно. Почему там не сделать? Есть люди, которые жаждут стать работниками такого музея. Ну, примите на законодательном уровне. Как же, как с памятником. Когда делали памятник, когда я обратился к Ковальчиху, понял, что это, как я действовал. Я, правда, действовал через Аллу Альбертовну, жену Зеленина. Я сначала привел ее. Она оказалась блистательным искусствоведом, очень тонко чувствующим изобразительное искусство. Она поняла мощь и значение этого памятника. Но через год, через полтора, она мне сказала, Георгий Николаевич, ну, понимаете, что денег нет. Понимаете, что если мы сделаем этот памятник, то мы сделаем только на свои собственные средства. Так она мне заявила. Ну, почему бы не объявить пожертвование? Это же небесное покровительство. Нет, а потом все-таки удалось через законодательное собрание официально провести и решить. Нашлись люди в законодательном собрании, которые поверили в это, в необходимость. Поверили в этот памятник и выделили специально деньги, и памятник был построен. Я вот сейчас о музее ведь можно, и пожертвование тоже. Можно, но для этого, понимаете, возможности и авторитет общества, он недостаточен для этого. Это должна быть инициатива обязательно областная. Областной музей, областная инициатива. Мы можем быть подставить плечо соучастниками, но если верховная власть на Тверской земле это не возглавит, никто это делать не будет. Вот в чем парадокс. Вот сейчас в школе, которая сделана там, в новой построенной, на Степоринской земле, там, где Бартеневы, там удалось нам все-таки, хоть как-то один из классов выделить, ну, простенький, но самый такой простой, примитивный музей Бартеневской битвы. Когда я сам добился того, что сделали макет этой самой битвы, там еще кое-какие стали сделали вещи, это необходимо, это люди спрашивают, а как делали с часовым, мы же тогда это все сделали без рубля, без жертвных денег. Я вынуждена вас прервать, у нас еще один телефонный звонок, давайте послушаем, говорите. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Лебедев Олег Станиславович. Олег Станиславович, добрый день. Здравствуйте, Олег Станиславович. Хотите задать вопрос? Замечательная передача, да, но все-таки мне хочется задать вопрос, чтобы у нас в эфире правда звучала, потому что первый конный памятник и эскиз по моей просьбе делал все-таки художник-скульптор-руковишников, и никакая не Алла Альбертовна. Я договаривался с Ковальчуком, размещал заказ, как глава города, это вам подтвердит и главный архитектор города Жоголев и все, что Алла Альбертовна и Дмитрий Вадимович Зеленин никакого отношения к памятнику установленному не имеют. Это все инициатива главы города Твери Лебедева Олега Станиславовича и его команды. А вот уже с ними у нас и с Ольгой Ивановной Пищулиной возник конфликт по месту установкой памятника. Он был должен, установлен был в другом месте, вы знаете. И вот Алла Альбертовна с Дмитрий Вадимович Зелениным настояла, чтобы памятник в нарушение, скажем так, ЮНЕСКО был установлен на восьмиугольной площади. Поэтому давайте мы хотя бы не будем наших горожан в заблуждении. Спасибо, что внесли. Да-да-да, у нас заканчивается передача, Олег Станиславович. Спасибо за звонок. Вот Олег Станиславович внес коррективы в наш разговор. Он тоже слукавил, потому что были одновременно памятник и тот, и другой проект. Он мне представлял, когда знакомил меня впервые, Ира Тармеля, именно два проекта сразу были. Другое дело, что понравился больше не Рукавишников, а Ковальчук памятник. Давайте, к сожалению, вынуждены прекращать нашу программу. Эфирное время подходит к концу. Спасибо огромное за великолепный, интересный разговор. Я думаю, что наш разговор заинтересовал многих, привлек внимание к такой исторической фигуре, очень важной для нас, жителей Твери, наш небесный покровитель. Я предлагаю еще встретиться в этой студии и договорить то многое, о чем мы не успели поговорить. Хотя, в принципе, я Олегу Станиславовичу должен наразить благодарность, потому что его роль в этом деле была действительно огромная. Но он не все, может быть, тоже знает, как и протекает. Ну, в следующий эфир мы пригласим его за этот круглый стол. Спасибо огромное, уважаемые друзья. Спасибо, что были с нами. Будьте, пожалуйста, здоровы и счастливы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»